Посмотрев вокруг себя, мы увидим довольно много окружности. Можете ли вы придумать подобное объяснение, почему круглые колеса у велосипеда, круги на воде, луна на небе, капля в воздухе, почему круглые крышки катализационных люков, стволы деревьев, монеты, грамм-пластинки и компакт-диски, рулоны туалетной бумаги, завинчивающиеся крышки от банок, радуга на небе. Только вот что, Шейн там сразу честно признается, не огорчайтесь, если не сможете, потому что иногда объяснение потребует довольно хорошего знания физики, а иногда, добавлю я вам, наше с вами объяснение будет неверно, потому что там бывают хитроинферты, но тем не менее, почему круглые колесо у велосипеда? Давайте. А, потому что ты знаешь, что он не смог ехать с квадратными колесами, ну или с треугольными он вообще не ехал? Во, это не вполне право. Дело в том, что существуют так называемые треугольные креолы. Все знают, что это такое? Там, где у нас все эти фильмы лежат, просто наберите треугольник креола. Если не хотите смотреть с моих занятий, тогда войдите на сайт, на моих занятиях это было сделано просто вот из подручных материалов, эти самые треугольники, там это сделано профессиональными мультипликаторами. На самом деле я советую посмотреть и то, и то. Рассказывайте. Берете равносторонний треугольник, ставите ножку в циркуле сюда, проводите окружность. Ставите ножку в циркуле сюда, проводите окружность. Ставите ножку в циркуле сюда, проводите окружность. Получаете, удивительную штуку, получаете колесо, которое, как его не поставить на дорогу, вот здесь вот будет поправки длина вот этого вот отрезка. Называется, повторяю, треугольник Рео-Ло. Р-Е-Л-О. Вот. Это фигура постоянной ширины. На самом деле можно придумать колеса, на которых можно будет ездить, не круглые. Но у них есть один недостаток. Когда у вас есть круглое колесо, то в каком месте вы не поставите его на дорогу, это значение не имеет. А здесь есть вот особые вот эти места, которые будут стираться сильнее. Ну, а это будет означать, что довольно быстро получится дырка. Так что? Еще это доказательство, что на квадратных колесах, ну, на фигурных, в раме круглых колесах, не уголны не есть. Углы будут упираться в землю, и поднимать велосипед, и будет лишний тяп. Поднимать как раз не будут. Это если на строго квадратных колесах, то конечно будут подниматься. Если вот у треуголина Кириола, то узнаете о том, что такое фигура постоянной ширины, очень советую, не зависит. Хотя, конечно, ездить надо на круглых колесах, честное слово. Конечно. Так, почему круглые круги на воде? Да. Распределение энергии во все стороны. Ух, перехли. А какой еще энергии? От туда, от импульса. Импульса. Вы произносите сейчас слова, которые строго говоря не знают, что это такое. Да, что? Распределение кинетической энергии. Кинетической? Не понимаю, что это такое. Да. Ребята, история такая. Когда у вас возникает в некотором месте погрещение, то действительно, по соображениям симметрии, оно распространяется во все стороны с одинаковой скоростью. И поэтому действительно фронт волны, он круглый. Хотя, между прочим, если вы поставите какое-нибудь препятствие, то обнаружится, что волна может отразиться, дальше она сама с собой начнет взаимодействовать, так называемая конференция, и так далее, и так далее. Так что все здесь не так уж просто. Но как-то это наукамешка, да, действительно круглая. Так, луна на небе, да? Потому что это, это в первых космическое тело. Да. А почему космическое тело обычно шарообразное? Почему в форме утюга практически никогда не бывает планет? Нет. Повторяю вопрос. Почему все более или менее тяжелые небесные тела скорее шарятся? Ну, на самом деле, опять, в некотором приближении, потому что даже земля, как известно, не вполне шарит. Чуть-чуть есть отклонение, да? И что? Вращаются, они вокруг своей семьи. Что-что? Ух ты! Это вы думаете, у нее такой слой пыли? То есть, если ее помыть аккуратно, то там обнаружится какой-то сложный рельеф, да? А вот из-за того, что она запылилась, она такая вся хрупкая. Так, ваша версия. Громче. И с равноверной нагрузки на фонусу планеты. Нагрузки чего? Фонусу, наверное, на все. Центр притяжения притягивает все объекты на... Притягивает центр притяжения. На самом деле, притягивается каждая частичка к каждой другой. И из-за того, что у вас действуют вот эти самые силы притяжения, там довольно хитрый эффект, ребят. Там идея такая, что если вы возьмете какое-нибудь негруплое тело, вот представьте себе, луна, вот такой фон, да? То можно было бы сделать следующее. Можно было бы сместить часть отсюда, и оно в результате, это вещество, оказалось бы, длиже в центре. А, соответственно, в некотором смысле, оно бы упало, и в некотором смысле выделилась бы какая-то энергия, да? При падении. Таким образом, энергетически выгоднее, чтобы тело было бы крутое. Если вы посмотрите на маленькие небесные тела, то вы обнаружите, что они чаще сосуществуют. Они более-менее в любой форме. Потому что для того, чтобы этот эффект начал работать, сила притяжения должна быть достаточно большой, чтобы, что называется, взять камни, да? Да, что это? Каждая объемная фигура. То есть без тех объемных фигур, с одинаковой площадью наружной площади, не площади только, а поверхностью. Площадь поверхности. С одинаковой поверхностью самый меньший объем будет душа. Наоборот, самый большой объем. Да, самый большой объем будет душа. Самый большой объем будет душа. Вы действительно правы. Какая, между прочим, эта теорема трудная? Я бы сейчас, между прочим, совершенно не рискнул вам эту теорему доказывать. Это очень трудный факт. Дай бог вам к концу школы узнать его доказательства. Даже для плоскости теорема о том, что круга, наибольшая площадь из всех фигур, с таким периметром, это уже трудная задача. Ее даже есть специальное имя. Задача дедона. Все знают о пределах? Нет. Это есть такая легенда о дедоне, которую выгнали. И с небольшим количеством вредных своих людей она плыла, плыла, плыла и в некоторый момент высадилась на сушу. Местные жители оказались добрые, посмотрели, что ей плохо. И она у них попросила, пожалуйста, дайте мне хоть немножко земли. Хочу вот своими здесь устроиться, построить начальщиков. Хорошо сказали местные люди. Пожалуйста, дадим мы тебе внимание, столько земли, сколько ты сможешь ограничить дадим мы тебе столько земли, сколько ты сможешь ограничить шкурой вот этого быка. А, о, знаю, знаю, знаю. А дальше просто. Дедона была умная. Она вместо того, чтобы просто положить шкуру и поплакать, взяла ножик, разрезала эту шкуру на тонкие-притонкие, длинные-притлинные ремешки, связала их. И, естественно, вот есть морской берег, где она пришла. Естественным образом она прошла вот так. Все понятно? Вот в этом месте, по легенде, был основан город Карфаген, который потом в историю вошел, знаете, с Римом воевал и так далее. Вот это, конечно, только легенда, но, тем не менее, легенда красивая о том, какую наибольшую площадь можно ограничить. Что? Я слышал, мне наши ременеры оберегают или сделаются и построят задачи, как прошло из головы будет сперва. Слушайте, значит, сказки замечательны тем, что, понятно, один и тот же сюжет можно пересказывать много-много раз. Я только услышал, что какие-то умельцы подали жалобу на то, что сюжет фильма «Звездные войны» списаны с сказки про Ивана Царевича. Далеко. Дело в том, что если взять, ну, сказок про Ивана Царевича много, если взять сказку, посмотреть, ну как, Иван Царевич есть? Есть. Этот самый люк, вспомните, да? Есть? Есть. Чем? Плохо. Там девушка есть в сказке про Ивана Царевича, которую спасают? Есть. Принцесса Леви есть? Есть. Ну, если подумать, там найти соответствие замороза, можно там, меч, плавинец есть? Есть. Есть. Там этот самый, вид, джунная, есть, есть. Какая разница? Нет, ребята, при таком праздничном подходе к жизни можно объяснить, что вообще писатели ничего не делают, а только списывают друг в другу, члены нового героев, и что вообще ничего про плагиата на свете нет. Итак, капли в воздухе это, конечно, из-за сил поверхностного натяжения. Вы все знаете, да? Что есть такая замечательная вещь, что можно взять, скажем, налить стакан воды и еще чуть-чуть. Никогда не пробовали? Налить стакан чуть-чуть больше. Тогда возникает именно такое ощущение пленки. Между прочим, это только кажется, что сила поверхностного натяжения это мелочь. На самом деле все клеточки нашего с вами организма и проще всех других тоже, они же существуют именно за счет того, что у них есть что? Клеточная мембрана. А это то же самое фактически. Там тоже есть поверхностное натяжение. То есть это не такая еще неважная сила. Благодаря нейлию, собственно, все клеточки существуют крышки канализационных люков. Почему они? Крупные. Потому что они проваливаются. Почему? Если бы они были квадратные, то это как бы неволе треугольника, они бы проваливаются. На самом деле, представьте себе, что у нас есть вот такой гуляционный люк. Пусть у него тяжелая крышка. Кстати, вопрос. А почему крышки делают тяжелую? Говорит, Да. А какому дураку надо ее поднимать? Чтобы ее, когда кто-то ходит, если ее случайно не завертят, чтобы ее не спикнуть. Ну, конечно, чтобы она, что называется, не хотела бы сама поднимать. Понимаете, если сделать ее тоненькую, 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 то ее действительно легким парнем ветра просто понесет, понесет. А настоящую, какую-то чугунную, особо парнем ветра не понесет. Отлично. Так, тяжелая крышка. Представьте себе, что для каких-нибудь надобностей вы ее сдвинули. А дальше может произойти следующее. Мы ее случайно немножко повернем и потащим сюда. И что произойдет? Она упадет туда. Она упадет туда. Между прочим, надо признать, что на самом деле, конечно, канализационные люки бывают и квадратные тоже. Хотя, как и я такое видел. Но в большинстве случаев стараются действительно сделать крупные. Понятно. 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 Это все прекрасно понимают. Следующее. Стволы деревьев. Почему обычно стволы деревьев более-менее крупные? Потому что они были более взятыми, чтобы веточки были сносены. Думаете? Вообще, а почему это не то? Нет, не то. Да? Потому что они абсолютно равномерно растут с всех сторон. Ну, растут они, конечно, не абсолютно равномерно. Но действительно, ребята, вспомните, пожалуйста, как растет дерево. Скажите, пожалуйста, растет дерево везде? Или все-таки там есть некоторый слой клеток, который размножается, а где-то... Все знают отличие дерева от травы. Вот есть такая известная вещь. Пришла корова, поела траву, а через некоторое время трава опять выросла. Знаете, с чем это связано? С разницей между тем, как растет трава и как растет дерево. Поинтересуйтесь, пожалуйста, посмотрите. Оказывается, далеко не вдоль всего дерева зона роста. Есть принципиальное отличие между зонами роста, у травы и у деревьев. Так, ну ладно, посмотрите. Так, почему грампластинки, компакт-диски круглые? Да? И удобно чтение. А вы часто читаете грампластинки? Читается, как суть для прочтения. У вас не ученые, и ученые. Почему они круглые? Более конкретный ответ. Да? Потому что его крутят, конечно. Потому что там происходит вращение. Да? А в грампластинке если поставите полку на самый дальний полк, он будет иногда стыскать. Нет, ну там будет такая дорожка, которая постепенно подвижается к центру. И главное, что ее крутят. Отлично. Так, вопрос. А, извините, почему компьютерный диск? Я не знаю, видели вы внешние жесткие диски в коробочке? Да. Отлично. А почему же компьютерный жесткий внешний диск это вовсе не круг, а это обычно прямоугольная такая коробочка? Казалось бы, там тоже дало бы вращение. Или там нет вращения? Нет. Так? Вращение есть внутри. Да. А потому он защищен прямоугольный коробочек. Отлично. А почему коробочка прямоугольная? Да. Чтобы удобнее было носить. Я подозреваю, чтобы удобнее было носить. Там есть вращающаяся деталь. Кстати, принципиально важно понимать, сколько оборотов делает вращающаяся деталь в вашем компьютере. Сколько? Время. дождь советую узнать. Вы будете удивлены. Дело в том, что кажется, что ничего не происходит, а оказывается все время с совершенно фантастической скоростью там вращается, вращается и вращается. Так, дальше. Почему рулон туалетной бумаги? трубой. Да. Опять, чтобы крутить можно было, да? Понятно. Но заринчивающиеся крышки от банок крутилось. Так, замечательно.